Уже привычный для белгородцев день, прерывающийся на ракетную опасность. Некоторое время подальше от окон, поближе к несущим стенам и десятки мыслей. ПВО, прилет. Вроде все закончилось. Правда, для каждого по-разному. Какой-то четвертый-пятый хлопок над головой почувствовал и услышал сильный взрыв в наш дом со стороны двора. Тот выходной, 12 мая, Олег Гуров запомнит навсегда. Теплую семейную атмосферу вмиг окутала пелена пыли. Сразу понятно, там нужна помощь. Ведь людей спасают не по расписанию. Увидел обрушение третьего подъезда. Половина третьего подъезда с лестничным маршем. И на краю плиты стояла женщина с грудным ребенком. И звала о помощи. Я незамедлительно залез по плитам к ней, принял у нее из рук ребенка и ей помог спуститься. Позже в соцсетях появится пост, где станет известно. Женщина вместе с полуторамесячным сыном ждала мужа. В том самом, третьем подъезде. На счерсце 55А, который рухнул в секунду. Младенец и его мама оказались под бетонными глыбами. Крики о помощи услышал неизвестный мужчина. Это и был Олег Угуров. Буквально 2-3 минуты подъехала скорая помощь. Я передал медикам пострадавших. Счет шел на секунды. Один миг мог разделить жизнь спасателя и те глаза, которые просто хотели выжить на до и после. Было опасение. Сверху сильно много торчало плит покореженных. И много сыпалось вот этого бетона, арматуры. Но даже крайне опасные условия не были преградой для волонтеров, медиков, спасателей. Всех десятков людей. Своими руками, объединив силы, они разгребали груды бетона. Как могли. До последнего кирпичика. Потому что под каждым из них могли быть люди. Живые. Очень сильно мешала нам в течение всего дня ракетная опасность. Все прятались по подъездам, по укрытиям. Когда отменяли ракетную опасность, все приступали к своим обязанностям. Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Спасатель словно даритель второй жизни. Утро, ночь, пожар, обрушение. Они готовы в любое время, при любых обстоятельствах прийти на помощь и спасти человеческие жизни. Но все же они продолжают верить, что пелена дыма сменится яркими лучами солнца. И над головой самым громким звуком будет звук победного салюта. Конечно, ждем, чтобы все наладилось и все было мирно и спокойно.